привет друзья подписчики мои сегодня речь у нас пойдет о необычных нестандартных и интересных особенностях бэйблэйда так сказать речь пойдет про режимы системы и так далее думаю это будет очень интересный ролик с другой стороны будет просто рассусоливание рассуждения мои размышления но с другой стороны будет реклама реклама чего турнира ребятки и представляете не знаете где побаттлите токаратоми не знаете где выиграть токаратоми где встретить меня где купить бэйблэйда и многое другое сейчас я вам расскажу турнирчик от магазина pralersky.ru пройдет 16 мая в воскресенье по адресу улица никулинская дом 2 корпус 1 там буду вас ждать я призы токаратоми и куча куча всего интересного ребятки ссылочка на турнирчик в описании к этому ролику ну а купить все это и многое другое вы сможете также на сайте магазина pralersky.ru там уже появились новинки друзья мои переходи по ссылочке в описании новиночки горяченький special for you только там друзья мои не пропускайте ссылки все в описании к этому ролику и так ну что ж давайте перейдем к системам все мы любим систему бэйблэйда стандартную три детали да драйвер диск верхушка got lawyer вернее просто лоер систем самая стандартная каноничная простая поэтому мы не налюбим инфинитина там очень сложно там ключи не ключи вот и стандартная деталька три детальки у бэйблэйда бэйблэйд бах-бах и так так вот что-то я заговариваюсь но мы поняли о чем я говорю но иногда так аратоми вкидывают нам сюрпризики и вы знаете когда этот сюрпризик нам вкинули в конце третьего сезона я почему-то подумал то что это будет весь четвертый сезон будет такой систем и я был бы честно говоря этому рад это был бы в принципе логично система чоу z system давайте посмотрим а вот такая вот система а три представителя нам эту систему представляют у нас получается три волчка валькире ахиллес и сприган и они очень сильно выделяются на фоне своих предшественников я почему-то во втором сезоне да там был сприган реки им тоже был необычно там было понятно что это один клёвый волчок здесь же было непонятно я правда ждал четвертый сезон с этой системой но они почему-то его не сделали в чем суть что при ударе при максимально сильном запуске этого либо при ударе или при сильном запуске закрылки вот эти вот закрылочки они открываются тем самым так не то открыл и они так держит а вот вова вот выходит дополнительная часть и не дает волчку быстро взрываться понимаете нужно сильнее удара наносить вот такая вот система чоу z но я постоянно про нее забываю постоянно забываю закрыть эти закрылки особенно у ахиллеса они такие невидимые что их прямо не видно когда они открываются это была система чоу z system третий сезон baby bird дальше четвертый сезон максимально абсолютно новая система лично против которой лично против я и здесь у нас сразу на самом деле много волчков сразу нам вкинули две системы вообще интересно и вот тоже в принципе рабочая система рабочая система но не совсем так вернее где-то так артой мясом манули и так смотрите первая система это вращающийся драйвер вокруг слушай это было уже два года назад этому волчку уже практически два года нет не два полтора наверное да где-то года полтора этом даже будет скоро два этому волчку а пока слушай реально будет ему два года обалдеть натуре он же вышел правильно в двадцатом а уже нет он вышел в девятнадцатом году обал слушай ему два года серьезно ну год точно прошел полтора года получается обалдеть в чем смысл что волчок видишь проворачивается и в случае с апокалипсисом правил здесь надо два раза вернее здесь у него я забываю а у апокалипсиса одна кнопка вот здесь попасть надо именно в нее и тогда он разберется опа и он разбирается но я был против системы она очень прикольная была на старте когда нам анонсировали показали но в итоге плюс апокалипсис слабый хотя и драйвер у него ребут классный дальше big bang вернее просто регалия генезис у нее надо сразу две зажать штучки но двери а вот я понял две легче зажать чем одну короче попасть надо либо в верхнюю либо в нижнюю да он откроется но он тоже такое себе и здесь получается у нас а и у нас еще была big bang генезис big bang генезис прошу прощения вот такая один из сильнейших волчков между прочим он из-за своего другого детали он не так легко разбирается как просто регалия генезис и в чем суть что здесь сразу две системы а плюс система крутяшка и плюс системы электронный драйвер который дает дополнительный импульс импульса время вращения волчка это клёво сделал и вот пример у нас империал dragon с таким же большим драйвером тоже имба тоже мощный здоровый но также легко сокрушается и с таким же большим драйвером но не электронным это два мастера диаболоса левый правосторонний то есть в принципе любопытная система есть над чем подумать это же такое любопытная система есть над чем подумать вот здесь и проворачивается еще электронный здесь получается просто электронный а здесь обычный здоровый и мы этой системы которая была показана в четвертом сезоне мы потихонечку подбираемся к пятому не к пятому а к удар правильно уже я уже путаю для меня шестого пока щит для меня пока еще пято а то четверто третий а неважно но по сути по сути в волчках четвертого сезона именно такая система две детали слушай так быстро прошел сезон спаркинг реально же там была новая уникальная система ребята прошел уже год это было так быстро я вот так быстро ребята время пока у вас есть возможность гуляйте тусите играйте футбол занимайтесь хорошими вещами ребятки пока у вас есть на это время потому что пока вы и дети вам все хорошо все весело я просто думаю уже реально год прошел хотя казалось бы только недавно ввели ее ну ладно в общем вот такая система была в четвертом друзья мои сезоне и пятый сезон под конец нам вбрасывают причем заметьте здесь мы даже не говорим про систему супер z про систему гачинка про систему спаркинг эти системы они как бы подразумевают собой вот эти системы они как бы под системы оригинальных систем в общем мрак я уверен кстати что вот новом системе в новой системе диби тоже скорее всего сделают что-то новое что-то интересное что-то похожее и так что мы видим здесь и тут у нас система абсолютно глупейшие мне на вообще не нравится этот новинку они придумали во первых почему первое потому что металлические диски нельзя никуда больше применить то есть если здесь можно поставить все к классику то здесь не только этот диск и все больше а нет смысле можно поставить сюда другой диск вроде же даже можно я или я путаю попробуем от валькирики по-моему по-моему сапова не соберется или соберется нет да вот поэтому мне эта система и не нравится поэтому эта система я считаю глупой и это как hasbro видите hasbro почему не делает новые драйвера новой системы потому что у них все волчки должны быть совместим вот поэтому hasbro не делает новую систему но в чем ее смысл я честно говоря не знаю если здесь все обоснованно здесь все обоснованно то вот здесь в чем прикол и в чем смысл я честно говоря не особо понимаю ну то есть с одной стороны какая-то альтернатива чё за да когда у вас получается когда у вас забыл уже и и фишку приколюшку забыл короче сейчас покажу я уже забываю все системы в общем а где это фиксатор то где вот видишь а тут в чем смысл блин как вам показать то в общем смотри волчок разбирается довольно просто поворачиваю его вот так нет открылся сейчас в общем вот вот разобрал я волчок аккуратно разобрал но если диск цепляется за розовую фигню поднимается розовая фигня и диск уже вращается вот так то есть зарвать такой волчок уже ну менее возможно но и это плохо потому что система глупая непроработанная постоянно у меня зависает и гелиус и hyperion и снова они могли бы кого-то нового уже вбросить очень-очень а чего и у этих ребят через диски постоянно слетают поэтому не вытаскивайте диски будут вас постоянно слетать очень-очень-очень системы на любители я все-таки наверно больше за за чё за это была простой понятной и логичной адекватной системой что-то намудрили перемудрили не знаю но это доказывает то что да мы каждый раз ждем новый сезон и думаем что же они там придумают как уже не там сделают новую систему прямо интересно а по ой наклейку оторвал прикинь оторвал наклейку откуда отсюда что ли наклейки вот аккоратоми это конечно такая штука крайне на любителя мы постоянно ждем чего-то нового аккоратоми что же они сделают да но по факту они уже делают новые вот по сути три системы для еще трех сезонов и поверьте мне что мы бы к этому к этим волчкам относились бы абсолютно нормально то есть по факту у бейблейда уже не 6 сезонов а по сути 9 даже по сути 10 потому что вот это все таки как бы гачинка но как бы и не гачинка здесь как бы ну потому что драйвера вишь большие драйвера это интересная была концепция то ли они пробуют то ли они тестируют я не знаю что в голове так артур но я знаю что все будут видеть подписка ставьте лайк с вами был учитель гамош все вычисли